МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славян назывался «Абрат», который попередничал в начале жнива. С людьми, которые в этот час уже наполняют засеки краины, сострелась наша здемообращенная бригада. Свято в полевых умовах. Миновито так можно назвать открытие самой гаражей для местовых хлеборобов Пары. Офицейная частка была лаконичной, а леурочистой. Пожаданий, поспехов и обещания поддержки от представников районных уладов. Концерты в выполнении отделников мастерской самодельности. Как дани на традиции, передача механизаторам снопа, сжатого жанчинами у национальных костюмах. И вядом наш дегустация каравая – символичный аванс будущего ураджаю. На переде серьезная задача, выконание якой селета ускладняет небесная канцелярия. Уборочная почалась и на тыдень ранее, чем у минулым годе. За устойливой спякоты и отсутности дождев сбоживая, как кажут специалисты, просто сгорают. Поджарило, конечно. Дождей не было практически. Самые весны. Конечно, немножко будет недоборно. Особо, я думаю, что большого недобора не будет в нашем хозяйстве. У минулым годе господарка завершила уборочную с выником 11 тысяч тонн сбоживых. Полторы тысячи из них намолотил экипаж Миколая Бичова. Досягнуть слепшего у господарцы вынику ему допомагал старый сын. Теперь помощником комбайнера будет средний сын Станислав. Как и многие люди сельской працы, до уваги прессы яны не привыкли. Микрофоны и камеры крыхусоромяются. А в главных факторах по спяховой праце кажут коротко и по сутности. Чтобы погода не подводила, конечно. И, я говорится, комбайн, чтобы не подводил. Комбайн хороший, так и, кажется, уверенный в себя. Уборочная у Домановича, агро, инших господарках района, почалася с пошкодженных спякотой участков. Урожайность на их будет загаде ниже, однако чекать летости от природы у выглядя опадков нельга. Комбайнеры готовы и працевать у звыклых для этого часа умовах по 12-13 годин в сутки. Если взять готовность района, то район практически готов к уборке урожая. Уборочная у нас в этом году 27 700 гектар. Все комбайны, у нас их 100, готовы к уборке. Практически прошли техобслужение, и все хозяйства поступили к уборке зерновых. То, что мы начали убирать более подгоревшие площадя, поэтому что дальше будет, посмотрим. Но на сегодняшний день мы видим то, что видим, и, конечно, приложим все усилия для того, чтобы собрать то, что вырастили. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Амаль во всех проверенных гандлевых объектах и объектах громадского хоршевания «Гомеля» есть в порушении санитарно-эпидемиологичного законодавства. В 98,5% выпадка удокладнили на посяжение Гарвы Конкама. С начала года в областном центре проверили 738 объектов. Хоршевый шлях заявляется одним из основных способов передачи острых кишечных инфекций. У гэтым годзе подобные хворобы зарегистрованы у семи работников гандлю и громадское хоршевание. Однако шастей в итогам захворывания узъявляются не сами люди, а то и як наладжена праца у крамах и кафе. Амаль три тонны неякосной продукции знашли у гэтым годзе супрационники санитарных органов у гомельских объектах. За порушение законодавства до отказности протягнули 575 физичных и 26 юридичных особ. Что тышится вида у самих порушений у гомельских гандлёвых объектах и объектах громадского хоршевания, то и они характерны як для инших населенных пунктов в области, так и для республики у целым. Это неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объектов, это истёкшие сроки годности, реализация продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность, это нарушение правил личной гигиены. Податковая инспекция Гомельской области означала 25-ти годзе с дня створения ведомства. Урошистые мероприемства с гэтой нагоды отбылось у Громадско-культурным центры. Юбиляры не только принимали веншование, а и вели размову про актуальные задачи, которые стоят перед ними на сучасном этапе. За короткий период податковая служба прошла шлях от становления до одного из ключевых державных ведомств. От его работы залежит наполняльность бюджету, означать выплаты заробков и пенсий, финансовании, адукации, аховы здоровья, социальных программ. Доля Гомельской области у формирования республиканского бюджета складая больше за 10%. Платильщиками податков заявляется коля 48 тысяч субъектов господарания из выше 418 тысяч жихору региона. Податковая инспекция нашей области на протягу 10-ти годов неодноразово прознавалась лепшей у республицы. А заслуги супрационников отзнашены и сёлита, урушением грамот, подзяг и знаков выдатника. Веншаване черговались с музычными номерами. Одным из самых ярких стало выступление Евгении Крохиной у недавним минулым супрационницы областного аппарата податковой инспекции. В этот день я хочу поздравить всех наших коллег, всех наших ветеранов с нашим профессиональным праздником. Ещё раз подчеркнуть, что в обществе это очень важная и нужная профессия. Может быть, порой не все нас воспринимают однозначно. Кто-то нам завидует, кто-то нас не любит. Но мы делаем большое и важное дело в государстве. Мы обеспечиваем финансирование государственных программ. На переддень в Беларуси стартовал шарговый этап уступной кампании. Початок приёма документов у ВНУ. В обовязковом списке пашпорт, школьный аттестат, сертификаты централизованного тестирования, а так само меддаветка и заява. Те, у кого по важливой причине не отримается прийти особисто, смогут сдарушить это доверенным особам. Подать документы на бюджетные месяцы можно до 15 липеня. У платников шассу крыху больше, по другого жнивня. И только для завошников сельгазпрофилю термины установлены с 1 по 30 листопада. А вось у абитуриентов силовых и творших в ВНУ напередеши внутренние уступные экзамены. И они пошнутся 16 липеня. Поколь одни абитуриенты идут подавать документы у ВНУ нашей краины, инши протягивают своё знакомство с высшейшими научальными установами областного центра на хвалях Радо Гомель+. Сегодня у студию программы «Задай питание уладзе» запросили ректора Гомельского державного медицинского университета Анатолия Лызикова и отказного секретара приемной комиссии Дмитрия Радько. Под час промого эфиру они отказали на актуальные питания, которые цикавили Радо Слухачоу. Гомельский державный медицинский университет – это выдатное сполучение науки и прогрессивных технологий, наиновшего обсталявания и сучасных методов научания. Профессийная подрыхтовка специалистов тут ожитивляется по двох специальностях – лечебная и медика – диагностичная справа. Студенты отримливают выключно якосные веды. Минавито тому во установе завсюду заховываются достатково высокие конкурсные баллы и постоянный интерес дает ей як сбоку белорусских, так и замежных абитуриентов. У нас из 28 стран, из Азии, Америки, Африки приезжают студенты. Все они стремятся получить образование, потому что в своих странах они получают подтверждение диплома. Поэтому мы качественное образование, поэтому и качественные студенты. Все лето в установе плануюсь набрать больше за 600 белорусских и больше за 100 замежных студентов на первый курс и подрыхтовочное отделение. Подать документы на бюджетные месяцы можно до 15 липеня. На платную форму навучения по другого жнивня – уключна. Проемная комиссия працует с 9 до 18 годин. Дорогу, уже в первый день подачи документов у медуниверситета, хапай жадающих вучиться тут. Я выбрала это учебное заведение, потому что меня привлекает профессия врача и все, что с этим связано. И я решила связать с этим свою жизнь. Я всегда хотел помогать людям и нужно укомплектовывать медицинскими кадрами больницы районные. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, Телерадо, компания «Гомель». Меж тем, подчас уступной кампании на хвалях «Радо и Гомель плюс» будет протягиваться ознаймление слуха от шоу с высшедшими научальными установами областного центра. Сегодня у студии программы «Задай пытание уладе» будут запрошены представники Гомельского Державного Технического Университета и Мясухого. У свою шаргу 14 лепеня Белорусского Державного Университета Транспорту. Нагадаем свои пытания. Подчас промого эфира у программы вы можете задать по номеру телефона 37100 с 10 до 11 годин. У летний период хочется, как много больше, находится на свежем поветре, отшивающих о росте теплых солнечных дзен. Как заработать такие отпорщины к максимально корыстным, а головно обеспеченным? Это пытание обмерковали у дельники семинара практикума, который на передании прошел у ясли садзи номер 40. Тема мероприемства – выкористание теневых навесов и стационарного обсталявания с металличных конструкций во установах дошкольной эдукации города Гомеля. Подробностей у наших корреспондентов. Сирот у дельников семинара практикума – начальники отдела эдукации, спорта и туризма Гомельского гарвы Кангама и администрации районов города. Керувники установ дошкольной эдукации, а так само специалисты инших затекавленных городских структур и организаций. Тема обмеркования – выкористание теневых навесов и стационарного обсталявания с металличных конструкций во установах дошкольной эдукации Гомеля. И головное створение там беспечных умов – знаходжение для выхованцев. Месяцем проведения семинара практикума ясли сад номер 40 обраны не выпадкова, по колью на один, где могут наглядно похвалиться подобным опытом. Все ли это тут откроется додатковая группа, у якой будут выховываться больше за 20 детей. С металличных обсталяваний для малышов гульнявого участка у дошкольной установе вырошили выкористать сучасные технологии, якие будут максимально беспечными для выхованцев. Это травмобезопасное резиновое покрытие, антивандальное исполнение, то есть поликарбонат, используемый, допустим, в этой конструкции толщиной 16 мм, прочный материал и долговечный. Все болтовые соединения находятся на такой высоте в недосягаемости детей. То есть все направлено на то, чтобы, не дай бог, ребенок не причинил себе никакого ущерба, используя наше оборудование. Подобные теневые навесы и обсталявания из металличных конструкций произношены для гульни, отпочинку и проведения с детьми занятков. Яны сдольны заховать от дожжу и снегопаду. При жадании их можно культуровать лавочками, орелями, предметами для заховывания цацок и иншими атрибутами доброупорадкования. До того же такие конструкции вельми худко сбираются, як правило, на протягу одного дня. И так само худко разбираются, как переместить их у иншее место. Может разбираться, переноситься мобильно. То есть можно частично заменить какой-то элемент, если изделие из поликарбоната частично нарушило целостность по какой-то причине. То есть можно заменить ее безболезненно, не нарушая общего фона. В артознашить такие конструкции не потребует складание проектно-кошторысной документации, что так само робить проект больше танным. До прикладу колья аналогичные стационарные капитальные будинки дошкольной установе обыдуется у районе 150 миллионов рублей, теневые навесы каштуют от 40. Не глядяши на то, что гэтая сумма одрозниваются у разы, для многих и она так само застается непосильной. А тому по трабою пошыка у додатковых ресурсов и инвестиций. Эта тема достаточно актуальна, потому что мы все больше и больше приближаемся к периоду уже начала нового учебного года, подготовки к осенне-зимнему периоду. И здесь очень важно использовать различные варианты, которые помогут правильно решение принять руководителю, ну и в последующем либо этот опыт использовать в своей работе, ну а возможно, побывав на этом мероприятии, они найдут те ресурсы и резервы, которые в последующем им тоже помогут, скажем так, решить проблему теневых навесов. До речи уже зараз есть организации, готовые супрацовничать упрасовывание дадзиного проекта. И гэта не дзюна, бобя спешна и полновартостное детинство подрастающего поколения, залог здоровый, а значит счастливый будущий не краины. Вероника Ворошилина, Ольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». И на гэтым поколю сёза развитём поддейство шыти по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побочения.